рада приветствовать всех любителей рукоделия с вами лариса и вы у меня в гостях на канале ларин фонарик сегодня у меня на канале очередной рукодельный микс в котором я покажу чем занималась последнее время было немножко шитья было немножко вышивки были покупки то есть все как всегда для моих постоянных зрителей нет ничего нового в выстраивании видео начну наверное с одной покупки приобрела на днях вот такой вот номер журнала креацион по индукруа за март-апрель 2022 года и мы с вами его обязательно полистаем на мои уже подписчики в инстаграм и на телеграм просили чтобы я полистала более подробно этот журнал более ближе показала сюжеты это мы с вами обязательно сделаем но в конце видео до чтобы не отнимать время у тех кому эта тема неинтересна то есть обзор на журнал будет но в конце видео и под видео в описании я сделаю тайминг то есть для тех кто только захочет потом посмотреть обзор на журнал то сможет перейти на определенный этап видео все с этим пока все будут были еще у меня покупки но о них я расскажу как всегда тоже ближе к концу видео начать я хочу с вышивки я в прошлом рукодельном миксе вам уже рассказывала что начала в тот момент мне кажется только порог листиков я сделала или только собиралась начать уже теперь не помню но в общем я вам сказала что не хочу на данный момент продолжать что-то из значитого захотелось мне вот непростой эмоциональный для всех периода что-то новое начать и я начала вот этот замечательный сэмплер от ланарта я его называют четыре времени кода ну на самом деле он просто называется сэмплер сэмплер м.б. да то есть от маджерея бастин просто назвала его сэмплер м.б. вот по рисунку этой художницы сделана вот такая схема я не знаю может быть она даже сама схемы делает я в эту тему не вникала но сэмплер замечательный моя до внешней хочу чушка была для покупки я в конце концов его купила где-то около года назад наверное я его купила приобрела может быть летом прошлом не помню вот но и начала я сказала вам в прошлом видео в прошлом видео я сказала что начну из середины конечно же потому что очень большой отрезок ткани сюжет огроменный 52 на 63 сантиметра сами представляете какого размера тут полотно само вот но я начала из середины и давайте покажу вам уже видите наверно первые мои результаты да вот так выглядит мой сэмплер как бы его весь еще поместить на всю вышитую часть чуть-чуть приподниму так наверное целиком вам поместится та часть которую я уже вышиваю и так я в первую очередь вышла скамеечку и уже от нее пошла на весеннюю часть сэмплера решила что буду вышивать этот сэмплер в течение года и каждое время года буду вышивать определенный участок до под настроение не успеет мне надо есть это сэмплер я так думаю и в принципе я первый раз вышиваю именно ланарты в таком темпе и в таком размере и могу сказать что мне процесс очень-очень нравится рискую стать любителям ланарты таким же как любителям дименшинс и любителям мыши мишек и я чувствую что я становлюсь вышивая этот сэмплер любителям сюжетов маджавян джастин бастин извиняюсь и конкретно ланарты до наборов вышивается замечательно вот прям не вышивка песню я почему-то думала что будет сложнее вышиваться после того как я вышла 4 сэмплера от мадам лефе был у нас позапрошлом году на такой годовой проект мысли на гис его проводили и и там в принципе то принцип примерно такой же немного бэка очень много каких-то намешанных цветов для того чтобы вот это вот акварельность до появилась но я хочу сказать что по сравнению с сэмплером мадам лефе это этот сэмплер вышивается намного легче и приятнее и интереснее ну не то что интереснее ну вот мне может быть он просто мне зашел сейчас по по времени да по эмоциям вот мне очень нравится и какие цвета и что они не такие слишком яркие немножко приглушенные какая-то акварельность присутствует в этом сюжете и думала что будет нудно вышивать рамку но рамку как раз таки вышивать просто одно удовольствие она не широкая она не запутанная все логичными такими участками каждый цвет вышиваю по цветам схема черно-белая я зачеркиваю выделяю каким-то маркером один одну один значок его выше отшиваем то есть как я обычно вышиваю схемы и давайте покажу вам поближе саму лавочку такая вот в красивых таких вам немножечко ярче передается на самом деле более приглушенные тона особенно вот этот вот голубой у вас он прям сильно выделяется на самом деле он так сильно не диссонирует с другими цветами более натуральные такие цвета птички вот эти чудесные каких-то 10-15 крестиков прям минимум бэкой маленькие французские узелки и вот уже мы видим восемь симпатичных птичек одна вот здесь под скамейкой две на скамеечке сидят я думаю что это воробьи похоже на воробьев по цвету да такие коричневые и вот четыре сверху и один вот здесь вот на подлокотнике потом после того о извиняюсь после того как я вышла скамеечку я перешла на кроликов но вот этих вот весенних королей очень они быстро вышелись я не ожидала я думала я с ними повожусь даже вот тот кролик который я вышивала по сюжету недавно я вам показывала в цветочном горшке от английского производителя сейчас уже забыла да ну вот он тоже там без бэка практически вышивается но даже он немножко мне кажется тяжелее вышивался именно сам кролик вот эти кролики просто чудесно отшились несложно быстро также по цветам отшила и перешла уже на рамочку и начала рамочку вот как раз давайте покажу вам вот от этого места начала по идее вот здесь вот внизу наверное вот эти подснежники их тоже можно отнести к весне конец весны начало конец зимы начало весны но я вот решила как бы пока на них не идти посмотрю когда уже отошью всю весну и у меня может быть останется время я возможно еще вот эти подснежники тут захвачу потому что ниже уже точно идут зимние цветы тут идет астролиз тут идет морозник ну вот подснежники они такие на мой взгляд тоже должны как бы к весне относиться на переходные вот ну а дальше идут значит мускари я начала с мускари пошла на вот этот вот симпатичный давайте буду вам на вышивке показывать чужим показываю картинку вот такие вот мускари 1 потом большой вот такой выходящий за рамку нарцисс желтый такой классический для меня нарцисс с большой серединкой с такой колокольчиком что такое мне неудобно даже держать съезжает с рук такая большая тяжелая ткань вот дальше идут еще два мускари на углу тоже наверно давайте я вот положу так прям действительно тяжело держать дальше идет тоже в углу нарцисс такой высеченным уже варианте но и продолжает рамочку уже продолжают рамочку уже два крокуса да то есть чисто такие вот в нашем тоже понимание чисто весенние цветы и они здесь очень классно мне кажется узнаваемые хотя вот тут буквально сколько 8 крестиков до шириной вот эта сама рамочка идет не считая вот этой вот обрамляющей полосы золотистой после того как я рамочку до сих пор дошила просто у меня уже пяльца тут закончились затяжка и я решила что перейду пока на вот эту вот полоску с такими птичьими яйцами да ну такие похожи на перепелиные но я думаю что это все таки каких-то других птичек яички яйца вот смотрите какие они классные они прям такие акварельные и вышелась вышелся вот этот вот кусочек я думала будет нудно вот это вот фон зашивать нет вышелись прям на одном дыхании за один вечер я их вышила и просто восторге от этой полосы классно она смотрится но не изначально мне нравились они здорово так с этой скамеечкой гармонирует но и уже начала я основной весенний сюжет то есть самый большой сейчас кой вот этот вот вот этот вот сюжет с крокусами и с шашмелями мне кажется это даже не пчелы а шмели то есть вот и еще тут осенние листья до остались с осени и сквозь них из-под земли пробиваются крокусы уже начинают распускаться такая вот прям весенние весенние цветочная история и уже на первые запахи прилетели весенние такие цветочные запахи уже прилетели шмели также шмелек есть вот здесь вот в рамочке я практически до него уже до вышивала и мне кажется вот от этого шмеля как раз уже начинается летняя рамочка да тут уже пошли колосья пошли маки васильки то есть вот я так думаю что вот как раз шмель он является такой границей этого времени года в этом сэмплере в этой рамочке ну и бабочки наверное бабочки такие тоже переходные являются такой границей между летом и весной я их скорее всего вышли тоже сейчас но то есть вот весной весенней части потому что если вы так вот разделить пополам да то они все-таки попадают в эту половину в весеннюю вот так что все пошло намного быстрее чем я думала я думала я эту оси весеннюю часть буду ковырять всю весну получилось что вот за каких-то наверно две недели максимум три я этот участок отошью и смогу взять какой-то другой сюжет и оставить вот этот вот уже летний участок до лета все-таки не хочу торопиться хочу растянуть это удовольствие это действительно удовольствие неописуемое спасибо девочкам тоже интересовался как у меня движется этот процесс вот я вам рассказываю вышиваю на больших пяльцах нургена сама нурге самые большие да то есть номер 4 который 280 на 250 миллиметров 25 на 28 что я хочу сказать эти пяльца конечно очень удобные наверное для держателей то есть в руках держать эти пяльца очень-очень тяжело и неудобно вот но я вот вышивала рамку скамеечку на них из-за чего я все-таки на них и вышивая продолжая вышивать хоть мне не очень удобно да из-за того что конечно заправить такое огромное количество вот этой вот свисающей канвы в данный момент когда я вышиваю которая свободно в полете висит можно только на таких больших не кажется пяльцах и заправить их вот специально пришлось не сшить чехол она эти пяльцы на них у меня еще не было чехла я его специально сшила таким вот видите пушистым как бы очень собранным как раз с учетом того что большое количество канвы будет заправляться основы равномерки да будет заправляться именно вот в этот чехол во время шитья удобно единственное как говорю держать тяжело конечно эти пяльца мне приходится прям как-то вот изловчаться обо что-то опирать вверх в общем изловчаюсь по всякому у меня есть держатель у меня есть тиски возможно и сегодня достану и когда буду вышивать вот это вот сюжет с крокусами наверное в тиски зажму попробую не очень люблю с тисками вышивать потому что потом у меня очень статичное положение тела спины спина начинает ныть когда я вышиваю на пяльцах я могу постоянно менять положение свое я могу полулежа полусидя ноги задрав ноги опустив но вот а когда вышиваешь стисками или с держателем там у тебя определенное положение тела конечно это не очень хорошо для спины вот девочки у меня часто спрашивают как я шью чехлы да я как-то уже даже хотел сделать мастер-класс потом подумала их такое огромное количество на ютюбе и вообще везде да на всех площадках я просто вам вот покажу сейчас я выкроила шириной 7 дюймов вот для такой большой если вы будете для маленького для маленьких пялец делать там 6 дюймов достаточно я выкроила 7 дюймов шириной полосу и длиной я вот обмерила пяльцы и взяла добавила одну третью еще да то есть вот если у меня вышла длина где-то 50 и я еще добавила 12 или 14 наверно дюймов где-то 60 с лишним дюймов я взяла длиной эту полосу то есть естественно одной ширины ткани мне не хватило я сшивала сейчас попытаюсь найти вам шов чтобы показать да то есть полосы со сами части полосок я сшивала вот таким вот французским или как он еще называется бельевой шов если я опять не перепутала мне кажется называется бельевой шов то есть сначала прошиваете на лицо потом выворачиваете на изнанку еще раз прострачиваете с изнанки то есть вот такой шов очень аккуратный при этом не надо делать чехол двойным да и так тяжелый тяжелые пяльцы и все это держать в руках и поэтому я двойной его делать не стала многие делают двойной как трубу прострачивают здесь под а под резинку протягивают вот я делаю одинарный подогнула с двух сторон по где-то по насколько это у меня пол дюйма ну в сантиметрах это наверное где-то около полутора сантиметров ну не полтора один двенадцать миллиметров может быть подвинул подвернула с каждой стороны два раза и прострочила то есть делала такую кулиску для резинок чуть-чуть оставила не зашитыми тут по одному сантиметру и через не через эти отверстия вставила резинку то есть ничего сложного до в пошиве нет я не думаю что нужен мастер-класс по этому поводу но и вот как сказала специально сделай вы были таким пушистым чтобы как можно больше ткани равномерки можно было заправить но и вот потом когда вставила резинку отдела на пяльце и затянула лишнюю резиночку завязала отрезала в общем вот так так сделала так что у меня есть теперь чехол и на большие пяльца по необходимости шила еще раз давайте покажу вам все что у меня вышита на данный момент и давайте перейдем с вами к шитью в прошлом рукодельной миксе я вам говорила что отложилась наша лоскутная эстафета но лена все-таки решила продолжить свой этап опубликовать и она его опубликовала на на нашем телеграм-канале ссылочку я оставлю вам в описании к видео то есть на данный момент лоскутная эстафета и мастер-классы в рамках этой эстафеты будут только на телеграм-канале находиться это взвешенное наше решение сожалению инстаграм на данный момент не та площадка там очень много негатива и стоит выставить хоть один какой-то пост вообще аполитичный и просто связаны с рукоделием и прилетает очень-очень много негативных комментариев в личку и все в общем нас ругают за то что мы в такое время до можем еще что-то шить не всем людям объяснишь что как раз вот может быть рукоделие отвлекает и может стать таким вот отвлекающим моментом от тяжелых мыслей но эту тему не хотела вообще честно говоря затрагивать в общем объясняю почему именно только на телеграм-канале я знаю что девочки с европы многие расстроились когда узнали что в инстаграм не будет мастер-класс опубликован но тут к сожалению да такая ситуация но на телеграм-канале ли она опубликовала замечательный мастер-класс по пошиву сумочки для телефона она у лены немножечко уже вот такая да чтобы плотно телефон входил я по этому мастер-классу шила свою сумочку но я его сделал чуть чуть шире то есть мне надо было чтобы у меня рука помещалась я вот не могу телефон вот вытряхивать или как-то выуживать мне надо чтобы я могла руку засунуть но это мое личное да мои личные тараканы вот но все остальное чисто по мастер-классу полоски я сделал чуть чуть шире чем лена говорила лена вы выкраивала и дюймовые полоски у меня здесь дюйм с четвертью да так как я запланировала сумочку как бы пошире побольше чтобы это гармонично смотрелось я сделала полосы чуть шире в остальном все как лена говорила то есть сзади замочек шила точно по лены нам инструкция то есть вот внутри подклад карман очень чисто тоже все с подкладом все вот здесь вот двойной подклад то есть один лицом в кармашек один лицом вовнут вовнутрь сумочки то есть многими кости девочки не совсем понимали как это все и для чего два подклада именно здесь к этой детали пришивается две детали подклада ну вот я объясню почему чтобы обе и открыв кармашек и загляну в сумочку и там и там было видно красивую сторону ткани до простегала ниточками глида который кстати я вам в последних покупках последнем рукодельном микси показывала который назывался какой же он назывался голь вот сейчас не вспомню ну в общем не не ними не милитари голь не не военный золотой а другой золотой цвет то есть у меня теперь два таких цвета и вот этот больше подошел по ткани я думаю вам видно ну по крайней мере я сейчас камеру вижу не знаю как это будет записи смотреться ткани у меня из одной коллекции они все вот с такими вот золотыми деталями с таким золотым наполнением да и задние вот эта ткань все вот эти цветы объедин обведены золотом то есть стежка золотая здесь как раз было уместно но и решила сделать такой вот и ньянь своего рода чего черная и белая до совместить то есть сделать вот такой двухсторонний сумочек у лены как там все это вперемешку в общем и показываем просто свой вариант единственное что мне осталось мне нужно купить сегодня буду поеду во фрайбург по магазинам надо мне и присмотрю там или же куплю ремешок или цепочку или же если не найду то просто какой-то шнурок под свет ну вот у меня дома вообще ничего все перерыва вчера ничего не нашла поэтому вот она у меня пока в таком виде но думаю откладывать съемку видео из отсутствия ремешка действительно не стоило да поэтому показываем в таком виде очень вам не нравится кстати наполнитель возможно кто-то спросит у меня здесь термолам х 272 от фройденберг он сюда классно входит то есть наполнителем вот эта часть простегалась и передняя часть то есть все остальное весь все подклады вот здесь они у меня без всякого уплотнения то есть достаточно двух этих было слоев наполнителя чтобы вот сумочка вполне себе держала форму вот продолжаем эстафету как я уже сказала после этого этапа будет наверное этап нины если она его во время подготовит но не буду уже ничего обещать как только мк появится я конечно же вам об этом расскажу ссылочка на телеграм-канал из эстафеты именно лоскутной эстафеты имеет свой отдельный телеграм-канал да то есть подписываться на нас по отдельности можно не подписываться хотя я тоже создала сейчас свой телеграм-канал девочки русскоязычные с россии очень просили у них отключают или уже отключили инстаграм поэтому и бояться что отключится и youtube для россиян поэтому просили чтобы я создала телеграм-канал чтобы меня не потерять и я личный телеграм-канал ссылочку я тоже вам оставлю в описании то есть две ссылки одна на мой личный и одна ссылка на телеграм-канал лоскутные эстафеты где публикуются именно материалы в рамках лоскутной эстафеты то все мастер-классы будут там и мой мастер-класс по пошиву подушки тоже там есть то есть первый этап тоже есть все с этим все давайте теперь о покупках до купила себе вот такую вот корзиночку я думаю многие знают подобные корзинки есть в икее но я купила у нас зашла супермаркет вальди да и увидела и он намного даже дешевле чем в икее решила прикупить давно не смотрел были разного цвета были бирюзовые были черные были такие белые я взяла белую именно с деревянной ручкой потому что были из металлической и так давайте о покупках в последние дни пришло мне еще две нити шел зонт точно вот этот вот цвет который я вам рассказывала да вот этой вот нитки он назывался зам то есть песочный цвет но он тоже такой вот золотистый вот вспомнила в общем выписала вот такие две еще нитки вернее я их выписывала тогда же когда вот в прошлый раз вам покажу говорил что я хотела купить шесть разных нити но мне пришло только три из остатков но потом видать прибираясь у себя в магазине хозяйка нашла еще две нитки которые я хотела и вот прислала мне еще серебряный и прислала мне ракушечный он тоже такой золотистого песочного такого оттенка очень классный цвет в общем еще два цвета у меня появилось серебристый он прям вот очень резкий как туда вот по сравнению с вот этим вот слоновая кость или просто кость цвет кости он такой вот перламутровый а это прямо вот такое серебро серебро яркое даже в голубой оттенок уходящий то есть две ниточки еще для стежки от глида мне пришли дальше что была я в своем любимом магазине в моем магазине где я покупала свою швейную машинку называется хилт нейвельт находится у нас во фрайбурге и у них как раз была акция было 20 процентов скидки на все как это называется на весь цубихер на все как цубихер по-русски сказать все составляющие все дополнительные материалы или не знаю как сказать ну то есть вот и к машинке цубихер это там шпульки лапки все такое да и вот нам на все это к бернине было 20 процентов скидкой я прикупила себе лапку которую очень давно хотела цены на лапки от бернины как и на сами машинки сами понимаете ужасно кусочие вот но не воспользоваться 20 процентной скидкой было грех то купила вот такую лапку которая имеет маркировку 10 d и эта лапка очень похожа на такую основную лапку с большой прорезью которая шью она у меня тоже прозрачный из 34 размер 34 номер но вот здесь есть такая такая штучка в середине это называется шмаль конфуз то есть для от строчки тонкого края то тонко ну по краю для тонкой отсрочки по краю скажем да но с помощью этой лапки из-за того что у нее вот видите есть такая штучка на кстати на пружинке она в зависимости от толщины ткани регулируется можно стягать в канавку очень удобно там где нужно по какой-то линию строго вдоль какой-то линии прострочить тоже очень удобно в общем давно хотела эту лапку и я ее купила она есть двух вариантах есть с для верхнего транспортера даже в трех есть для без верхнего транспортера которые используются и есть для более узких то есть на на маленьких моделях машин бернина да например троечка на на третьей модели у нее более узкая у нее нет возможности строчить сантиметровые какие-то швы до по ширине там пять с половиной ширина и вот для таких машинок тоже есть подобная лапка я себе вот купила для верхнего транспортера потому что я практически все шью и стягаю с верхним транспортером не это нравится она конечно дороже чуть-чуть но она того стоит вот помимо лапки я планировала еще купить себе прикупить шпулек так как для каждой вот катушки ниток я обычно наматываю свою шпульку и ее храню вот здесь вот внутри катушки и так как не так прибавляется да твои шпулечки тоже у меня были уже как это сказать в дефиците вот и я хотела купить думал прикуплю штук пять шпулечек для моей машинки на вот ну что знаете бернине вот такие большие шпульки по сравнению со стандартными на бытовых которые машинках на простых сюда наматывается намного больше нитей где-то до 100 метров можно намотать то есть это очень удобно у этих моделей бернина у четвертой модели у нового мне кажется тоже такие большие шпульки идут ну и когда сказала что хочу шпулечки прикупить одна шпулька стоит где-то в районе трех и трех евро но продавец тани она мне сказала говорит а не хочешь вот у нас есть сейчас такой ангибот у нас называется то есть такое предложение да эксклюзивная и кратковременная можно купить вот такой бокс вместе с десятью катушечками и это может обойтись тебе намного дешевле то есть за 24 евро за 24 90 я купила бокс который сам по себе стоит 10 евро и плюс 10 катушек да то есть очень выгодное предложение плюс еще была 15 процентная скидка то есть сами понимаете я бы такого предложения пройти не смогла тоже купила классная от him line сам бокс то внутри вот это вот классная поролоновая такая или ну не знаю из какого такого материала эта штучка вставлена и еще много сюда для 25 мне кажется здесь место есть то есть все мои катушки могут при необходимости сюда влезть плюс что я еще купила заканчивается у меня масло на моей машинке я купила оригинальное масло от бернина для машинки и купила вот такую бутылочку мне посоветовали что с нее очень удобно у нее выкручивается вот это вот пусть уронила как-то вот вытаскивается вот эта штука можно то есть самые такие не подлазные места просунуть и накапать масло то есть я вот такую штучку еще купила дополнительно к маслу ну это конечно все такое необязательные но удобные продукты ну я решила себя побаловать этот раз давно уже ничего для своей машинки не покупала что еще купила себе еще один распарыватель я говорила что я не люблю маленькие распарыватели люблю большие и вот такой распарыватель от модейра он кстати у них в магазине был еще по древней по древней по старой цене каких уже нигде нету за 3.50 и плюс со скидкой у меня вообще обошелся очень дешево ну в общем вот такой распарыватель от модейра я себе прикупила тоже очень очень этим этому рада ну и сломался у меня тоже на машинке вот этот вот карандашик да такой вот тачскрин или как он называется которым я на экране выбираю программы на машинке он примагничивается сбоку к машинке ну вот у меня вот в этом месте он сломался за столько лет пользования в общем обломилась вот эта пластмассовая деталь вот алюминиевая отломилась и я купила себя оказывается можно купить отдельно чему я тоже очень рада в общем это все что касается моих покупок ну и осталось нам с вами посмотреть журнал полистать сейчас я тут немножко приберу на столе и этим сам с вами и займемся так давайте полистаем с вами журнал еще раз показываю вам обложку creation point de croix за март апрель 2022 года и на обложке как я считаю самые удачные сюжеты этого журнала самые красивые так первым на первом развороте у нас дизайны маник банин это такие пасхальные мини-сюжеты вот такие вот лента из пасхальных яиц и предлагают такую салфетку или скатерку и также такие шапочки на подставки для яиц очень красивые очень весенние немножечко ну вот я небольшой поклонник маник банин именно ее сюжетов но в принципе эти очень даже ничего схемы мелкие но читаемые все цвета символьные очень даже неплохие дальше идут сюжеты по дизайну перед самуилов перед самуилов это вот такая скатерка вышитая миттельдеки как у нас говорят обычно они 80 на 80 или 90 на 90 и это такая скатерка у которой есть она такая квадратиками через один квадратик изоиды и квадратик тканевый и вот на этих вставочках изоиды можно вышить вот такое множество всяких сюжетиков смотрите какие красивые тут тебе и пугало я бы сказала они больше такие летние уже сюжеты да не весенние потому что тут уже и сбор урожая и помидорки и салат то есть это уже такая позднего лета истории очень на двух страницах сюжетики кстати схемы неплохие симпатичные очень даже ничего фаворит сюжеты фаворитные в этом журнале это разработки Хелен Лебер это вот такие зайчата разного размера то есть от маленького до такого побольше три сюжета и сшиты из этих сюжетов с этими сюжетами вот такие пасхальные подарочные мешочки очень симпатичные еще раз вам покажу поближе и вот этот зайка конечно мой фаворит в веночке в цветочном и можно сказать именно из-за него я купила этот журнал мне очень нравятся эти сюжеты вот такой вот схема кстати очень хорошая бэк скорее всего нечетный как всегда бывает у Хелен дробный но ничего страшного следующий следующий следующие мотивы от Сильве Тейтат или Тейтаут это вот такая вот такие вот ланч маты или салфетки под тарелку и кармашки для приборов идея замечательная на льме вышито на таком суровом льме мне кажется идея замечательная тем более курочки ну что тут вышивать вот эти контурные особенно это конечно более заполненные также как и рамочка в горошек но вот эти вот на ланч матах совсем простые но при этом мне кажется очень оригинальная идея симпатичная так причем смотрите схема дана на всю салфетку на весь ланч мат целиком ну да правильно если вышиваются борта то само собой следующий сюжет идет от Лили Виолетт замечательный венок на такой вот основе клеточку сшита насколько я понимаю какая-то подушка наволочка на весеннюю подушку но венок тоже мне кажется он все таки более летний какие-то ромашки маки тут лаванда скорее всего да уже такой летний сюжет от Лили Виолетт чудесный веночек ну и схема как всегда у Лили Виолетта довольно примитивная очень легко вышивается дальше идут разработки от парижских вышивальщиц а подробнее скорее всего от Вероника Жинжи и это новый алфавит скорее всего который они выпустили такой винтажный винтажно-модный скажем да да и вот на первые три буквы АБЦ у нас тут они даны и вот этот вот сюжет наверное Одре Харбор Харбор или как правильно фамилия читается в общем чудесные сюжеты на какие-то женские штучки кстати небольшие сюжеты несложно вышиваются но при этом можно шить отличную такую стильную вещичку традиционный разворот от парижских вышивальщиц в этот раз парижские вышивальщицы опять представляют вот как раз тот самый алфавит да новая называется стиль Одри ну да Одри Гяба как я и сказала Хеппан также вспомнили мне кажется вот серию ботаническую от Вероник тут лимоны апельсины набор для пошивок косметички с вот такой вот чудесной девочкой с кувшинками или я не знаю как они называются водные розы заероза по-немецки или вот для такой подушечки с птичками тоже можно купить набор у них то есть такая вот рекламная страничка следующий сюжет представлен Мари Терезия Сант-Алоан с ТСА известной под такой аббревиатурой вот такие чудесные попугаи то есть очень-очень в стиле МТСА контурные попугайчики с какими-то с каким-то стихотворением скорее всего или с птичкой ой с птичкой с песенкой извиняюсь но вышиты они через одну нить переплетения это вот такой микрокрестик обычно такие вещи вышиваются микрокрестиком дальше идет сюжет от Аурелия это такой обложка кармашек обложка с кармашком то есть смотрите какая классная идея не просто обложка на книжку или там на какой-то ежедневник а вышивка пришита в виде кармашка то есть туда можно какую-то закладочку какие-то карандашки подсовывать ну и сюжет того кого есть довольно замечательный можно сказать что детский но при этом вполне себе на женский какой-то органайзер ежедневник подойдет ну и здесь помимо самой схемы есть для пошива что-то да или что это такое ну да вроде как какая-то история пошивная инструкция по пошиву дальше идет сюжет от мария анерри тромеле это в стиле дежуи сумочка такая овосечка шоппер не знаю как кому нравится и вот из ткани в стиле дежуи шито сумкой на нее нашит вот такой вот чудесный сюжет в викторианском таком стиле даже нет наверное тоже стиль дежуи и причем пришито видите этот просто поверх ткани пришитый сюжет и отделан в цвет вот такой вот тесемочкой обратите внимание да очень простое оформление но при этом довольно эффектно то есть вот это подбор этой полоски он настолько чудно сочетается с цветами вышитыми да на цветущая яблоня это или что очень красиво сделано ну хотя мне кажется немножко круповатый рисунок на ткани ничего не читается просто контур причем сюжет неплохой можно его на какой-то косметичке использовать не обязательно на авоське на следующем развороте у нас прикладное оформление сюжетов франсуазы дизио лютье смотрите какие классные вещички для рукодельной комнаты такой такой коробочка в телекартонаж украшенная вышивкой очечник такой превращенный в такой мини органайзер да обыкновенный очечник такой жесткий на перфорированной бумаге мне кажется вышиты сюжеты и оформлены в обложку для какой-то записной книжки также на перфорированной бумаге как обложка оформлены очень-очень много интересных идей вот смотрите какая коробочка как внутри все тут организовано с резиночками для прикрепления какие-то игольницы шнурочки также и вот здесь да смотрите этот мини органайзер тоже все так компактненько уложено симпатичные сюжеты вышивать в принципе тут нечего такие маленькие какие-то сюжетики но при этом очень красиво добавлены там всякие смотрите вот здесь например да рядом с ножничками как будто пасма мулине то есть намотана ниточка или вот здесь посмотрите как добавлено кружево пуговки все это так гармонично смотрится симпатичные сюжеты кстати вот как делать картонах тут написано к сожалению не владею французским ничего в этом плане вам интересного сейчас не скажу ну вот так дальше идут сюжеты РБА Креацион Пуэнде Круа РБА не знаю что это такое какая-то наверное торговая марка или компания или может быть какой-то дизайнер с такой аббревиатурой ну вот предлагает что-то новое кстати для этого журнала такое я не видела еще такого креатура таких художников ну вот такие небольшие пинкипы интересные такие сделанные ну такие весенние ландыши вот это наверное фиалки тут еще какие-то цветочки ну в принципе мне кажется для какой-нибудь бескорню очень даже симпатично можно применить и для мини-подушечки так что у нас здесь опять сюжеты от Перетта Самуилов и в этот раз это монохромы по мотивам басень басни да две басни узнаваемые для меня вот эти две то есть лисица и ворона или ворона и лисица стрекоза и муравей тоже для меня узнаваемая басня а вот это вот я к сожалению не знаю это наверное чисто какая-то французская басня хотя мне кажется басни они все яд изопа да берут свое начало но это что-то про молочницу которая разлила молоко я честно говоря слышала что такая басня есть мне кажется такой же сюжет был у Вероник ажинжи в ее книге басни и сказки и песенки вот и там мне кажется тоже какой-то сюжет на эту тему был ну вот в данном случае Перетта сделала именно монохромные сюжеты и оформились они вот на льняных тканях причем видите разного цвета белая голубая розовая и оформленные мне кажется такие вешалки какие-то или что это я честно говоря даже не понимаю что это тут наверное это плечики и под них вешается наверное какое-то платье там или блуза а сверху одевается такой чехол чтобы сверху не пылилось наверное так я думаю вот но не буду утверждать возможно я ошибаюсь ну монохром что тут говорить сами сюжеты симпатичные вот так даже их лучше видно чем на готовых изделиях ну и все и это все что в этом журнале было но мне кажется заслуживает внимание последние два номера которые я вперед вам показывала и рассказывала они были ну так себе да я не была в большом восторге от них два осенних номер нет осенний и зимний номер мне не очень нравились но вот этот вот кстати довольно таки неплохой скорее всего постараюсь к пасхе как вышью весеннюю часть своего сэмплера наверное возьмусь и вышью вот этих вот заек от хелен липе они мне очень понравились как я вам сказала особенно вот этот заяц мне понравился еще раз вам его покажу ну такой интересный замечательный на вид маленький но я знаю о Хелен Либер и ее сюжеты думаю что обманчивое впечатление но потом расскажу кстати и мешочек сшит тоже не очень не такой симпатичный мешочек здесь мне кажется нету выкройки нет не рассказывают как его шить но в принципе мне кажется вполне понятно тут сверху кулиска в кулиску затягиваются я не думаю что я буду шить мешочек мне кажется я бы какой-нибудь пинкипчик украшательный сделала или может быть какой-нибудь ободок на вазочку именно на пасхальный период посмотрю в общем главное вышить а потом буду решать что делать и нам вышли на льне очень красиво мне понравилось как смотрится этот сюжет именно на льне правда вот он у них такой прям дырявый как марли у французских вышивальщиц да но у меня есть более плотный есть лен от пермин есть лен от цвайгард какой-нибудь возьму небольшой кусочек и вышлю все на этом буду с вами прощаться спасибо за внимание спасибо что заходите спасибо что пишите мне что боитесь меня потерять в этой перестроечной системе сейчас с инстаграмом с ютубом мне очень приятно все ваши каждое ваше слово отзывается в моем сердце всех люблю обнимаю желание желаю всем терпения мира и желаю всем быть просто добрее пока